Захват мэрии стрельба и столкновение, что происходит в Алматы. Сегодня 5 января протестующие ворвались в городскую администрацию в Алматы Акимат. В здании выбиты окна и двери. РБК Украина собрала все подробности событий в городе Алматы. Штурм резиденции президента. В Алматы митингующие пытаются прорваться на территорию резиденции президента. Их несколько тысяч. Стрельба десятки раненых. Около мэрии города сообщают об избиении около 10 солдат Нацгвардии. По информации Кастага, часть из них не в состоянии передвигаться самостоятельно. Кроме того, там слышны звуки стрельбы, слышны звуки автоматной очереди и одиночных выстрелов. Также взрываются светошумовые гранаты. Число избитых бойцов Нацгвардии в Акимате Алматы составляет уже около 20 человек, из них 4-5 человек имеют серьезные травмы. Нацгвардейцы пытаются эвакуировать пострадавших самостоятельно, поскольку на месте не видны машины скорой помощи. Также стало известно, что протестующие штурмовали карету скорой помощи. Горит прокуратура и мэрия. В Алматы горит здание прокуратуры. Из кадров видео заметно, как над зданием поднялся густой столб дыма. Кроме этого стало известно о пожаре в мэрии города. С восточной стороны Акимата Алматы начался пожар, сообщают СМИ, захват мэрии. Местные СМИ сообщают, что протестующие вошли в Акимат Алматы. Внутри была полиция, она использовала светошумовые гранаты. Известно, что у участников протеста тоже были. СМИ, светошумовые гранаты, а также щиты и палки. Сейчас другая часть толпы пытается прорваться к старой резиденции президента в Алматы. Стрельба и столкновение. Стало известно, что в Акимате Алматы слышны звуки, похожие на автоматную очередь. Сообщается, что у одного из митингующих в руке был автомат, но другие протестующие отобрали у него оружие. Напомним, в Казахстане четвертый день продолжаются массовые протесты, первоначально вызванные ростом цен на жиженый. Газ. Сначала протестующие потребовали снизить цену на газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр. Затем они призывали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумоства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы. Кроме этого требования расширились. Кроме отставки правительства, они хотят искоренения коррупции и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.